День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Вдохнули новую жизнь. Сегодня Рязанцев принял обновленный торговый городок. Защита и безопасность. В День защиты детей в Кванториуме напомнили основные правила. В погоне за черными лесниками. Природоохранная прокуратура и полицейские пресекли незаконный вывоз леса. После долгожданного ремонта в Рязани открылся торговый городок. Сегодня рязанцы впервые прошлись по обновленным аллеям. Впрочем, пока что завершен лишь первый этап возрождения, но горожанам уже очень нравится. История торгового городка началась в 1955 году, когда на его территории открылась Рязанская областная сельскохозяйственная промышленная и строительная выставка. Но уже в 1959, спустя 4 года после открытия, выставка прекратила свое существование. А в павильонах начали работать магазины и городские сервисы. Так и появился торговый городок. До недавних пор он был полуразрушен и заброшен. Возрождение началось в 2021 году. Восстановительные работы, реконструкция и новая точка на карте города. Первые результаты работ рязанцы уже смогли оценить. Мне очень нравится, очень даже нравится. Я, мне 75 лет, я видела, когда его построили, маленькая была. Я считаю, было давно пора. Но я очень рада, очень довольна. Мне очень нравится. А еще в дальнейшем, еще последние будут, как говорится, ретушь напоследок. Мне кажется, вообще будет великолепно. Мне все нравится очень. Когда оживают какие-то заброшенные вещи, я всегда очень радуюсь. Очень зелено, красиво. Уютный парк получился, прям очень замечательно. Мне очень хорошо тоже. Понравилось. Конечно, хочется еще до конца все увидеть, как это будет и что здесь будет присутствовать. А так, в целом, еще одно место, где возможно погулять. С удовольствием будем приходить. Но хотелось бы даже какие-то вещи, где будут проходить какие-то мастер-классы. Как для взрослых, так и для детей. Мы очень рады, что взялись за торговый городок. Я сам рязанский. Жил на Свердлово когда-то, в старых домиках и так далее. Я очень, в принципе, доволен. Но почему-то ничего не открыто вот так вот. Я здесь первый раз был в 68-м году, еще маленьким. Здесь была сельскохозяйственная выставка, рязанская областная. Коровы, буйволы. Ну, тут очень много всего было. Был запустение. Я даже вот этот дом одно время реставрировал, даже одно время с женой это вместе. И мы очень рады, что восстанавливается это все по-новому. К сожалению, фонтан не включили. Преображение этого заброшенного уголка еще не закончено. Впереди немало работы. В этих павильонах вскоре начнут принимать гостей рестораны с рязанской кухней. Здесь можно будет попить чай, узнать много интересных фактов в музее чая. Вот тут будет филиал библиотеки Горького. Откроется в торговом городке также брендовый бутик, где будут представлены локальные рязанские бренды. Михайловское кружево, скопинская керамика, кадымский венис. Ремесла, которыми рязанский край может гордиться, соберут в одном месте. Мы территорию, конечно, открываем, но не говорим о том, что все готово и на этом все закончено. То есть это только второй этап пока. Мы продолжим работу по благоустройству павильонов. На следующий год у нас запланирован третий этап. Мы перейдем на вторую линию за павильон и сделаем там дорожки по благоустройству. Тоже проведем освещение, озеленение. То есть это пока мы где-то в середине пути находимся. Часть павильонов откроют уже в июле. Последние штрихи вносят и в расписание мероприятий, которые здесь планируют проводить уже этим летом. Это и выставка ретроавтомобилей, и модный показ, и мастер-классы для детей и взрослых. Ну а просто погулять здесь можно теперь каждый день с 8 утра до 10 вечера. Сегодня в День защиты детей в Кванториуме Дружба для детей от 9 лет прошло мероприятие под названием «Защита и безопасность». Для ребят организовали работу нескольких станций, где им напомнили о правилах безопасности в летний период. И не только. Итак, ребят, смотрите. У участников дорожного движения существует три группы. Это пешеходы, водители, пассажиры. Мы прежде всего с вами будем говорить про пешеходов. Эту станцию курирует Центр профилактики детского травматизма. Первым делом детям напоминают правила безопасности при переходе через нерегулируемый пешеходный переход. На уменьшенной модели. Здесь и движение по полосам, и модели авто, копирующие настоящие. В общем, самый что ни на есть дорожный поток. Вы не видите? Есть там машина? Нет? Что нужно сделать? Нужно выглянуть. Вот одной головкой не наступаем. Мы не идем вперед, просто выглядываем. Здесь сотрудники госавтоинспекции напоминают о правилах движения на транспорте. Например, что при катании на роликовых коньках нужно обязательно надевать шлем. На локотники и на коленники. А при езде на велосипеде оборудовать своего железного коня необходимыми световозвращающими элементами – катафотами и зеркалами. Мы в игровой форме общаемся с детьми и рассказываем им об основных, так сказать, азах дорожной безопасности. О тех, может быть, опасностях, с которыми они смогут столкнуться в период своего летнего отдыха. Конечно, в первую очередь это передвижение детьми в качестве пешеходов, а также передвижение детей, когда они управляют средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Мероприятие под названием «Защита и безопасность» в День защиты детей организуют в Кванториуме «Дружба» ежегодно. Приходят как ребята из самого Кванториума, так и из других образовательных центров. Сегодня у нас присутствуют станции с мастер-классами по робототехнике, по психологии, по кибербезопасности. Называется «Кибербезопасность и точка». Мастер-классы связаны с физическими опытами. Мастер-классы связаны с вязанием узлов туристической направленности. Станции нацелены не только на то, чтобы напомнить детям правила безопасности летнего отдыха, узнать что-то новое на психологической пятиминутке, научиться вязать морские узлы и, в общем, получить заряд бодрости перед летними каникулами. Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов вернется в зону СВО. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредсовета Федерации Андрей Турчак. По его словам, перед отправкой на фронт Хубезов попросил освободить его от должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя. Когда я уезжал в первый раз, я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт. На должность рекомендую Бадму Башанкаева, который уверен справиться лучше меня», цитирует Андрей Турчак Дмитрия Хубезова. Напомним, депутат Госдумы от Рязанской области уже участвовал в спецоперации, парламентарий вернулся из зоны боевых действий в январе этого года. В преддверии летних каникул важно помнить о правилах перехода не только обычной дороги, но и через железнодорожные пути. Об этом напомнили сегодня сотрудники Рязанского линейного отдела полиции на транспорте. По статистике, травматизм на железной дороге идет на спад по сравнению с прошлым годом. И чтобы показатели не выросли, правила эти лучше выучить. Цитируя классиков, можно сказать, что правила для всех одни. И для детей, и для взрослых. И они звучат так. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах. То есть по пешеходным мостам, тоннелям и переездам. Если таковых нет, то стоит воспользоваться настилами. Они на переездах уж точно есть. Рядом с указателем переход через пути. Важно помнить, что если шлагбаум на переезде закрыт, то лучше все же постоять и подождать. Потраченные 5 минут, говорят специалисты, не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем. Необходимо помнить про меры безопасности. То, что нельзя пересекать белую линию у края платформы. Нельзя бегать, играть на объекты железнодорожного транспорта. Если родители передвигаются вместе с детьми, то необходимо следить за своими несовершеннолетними детьми, чтобы они никуда не потерялись. Также самим несовершеннолетним при следовании в лагеря пребывания летнего необходимо следить за своим имуществом, личными вещами. В большинстве своем правила безопасности на железнодорожных путях простые, говорят сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Но напомнить их не помешает. Например, то, что ходить по железнодорожным путям строго запрещено. И вроде как это аксиома. Но все равно сегодня можно легко встретить детей, гуляющих по рельсам. Аксиома и то, что запрещено пробираться под вагонами и перелезать через автосцепки. В худшем случае это может привести к гибели. Статистика происшествий на железнодорожных путях свидетельствует о том, что правила эти начинают соблюдать. Травматизм идет на спад. Ситуация по травматизму у нас в этом году складывается лучшим образом, чем в том. На 30% у нас снижение уровня травматизма, в том числе и смертельного. Безопасность детей зависит и от родителей. Как они донесут им правила поведения близ железнодорожных путей. Об этом говорят сотрудники линейного отдела полиции. И чтобы летние каникулы прошли без травм, правила эти следует подучить еще раз. Сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры вместе с полицейскими пресекли нарушения в сфере лесного законодательства. Речь идет о перевозке леса без сопроводительных документов. Один из таких лесовозов остановили на стационарном посту ДПС. Этот автомобиль остановили на стационарном посту ДПС. Прямо во время совместного рейда Межрайонной природоохранной прокуратуры и территориального подразделения Ространснадзор. Задача – выявить факторы коррупции в сфере лесопользования. То есть массово штудировали сопроводительные документы. И нарушения нашли. В ходе мероприятий выявлен факт транспортирования индивидуальным предпринимателям на лесовозе древесиных, хвойных пород деревьев без оформления в установленном порядке сопроводительных документов. Природоохранной прокуратуры в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 8.28.1 КОАП РФ нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. Материалы направлены для рассмотрения в суд. Статья эта как раз и касается транспортировки древесины без правильного оформления документов. Штраф за такое должностному лицу до 50 тысяч рублей. Юридическому от 500 до 700 тысяч. В обоих случаях могут конфисковать как древесину, так и транспортное средство в качестве орудия преступления. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура разъяснила ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Так рубка даже одного деревца может повлечь неприятные последствия, административные или уголовные. В статье 16 Лесного кодекса РФ определено, что рубками лесных насаждений, таких как деревья, кустарники и даже лианы в лесах считаются процессы их валки, то есть спиливание, срубание, срезание, трелевка, частичная переработка и так далее. За незаконную рубку леса предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственности. По статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях штраф в размере 4 тысяч рублей для обычных граждан, для юрлиц до 300. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт древесины, притом заведомо незаконно заготовленный, влечет штраф уже 5 тысяч рублей. Это для граждан. Юридическое лицо потеряет до 700 тысяч. А уж если рубят незаконно с использованием автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, то орудия преступления конфискуют, а штраф юрлицу выпишут в полмиллиона. В Межрайонной природоохранной прокуратуре пояснили, в каких случаях действие квалифицируется как преступление, если дерево повреждено до такой степени, что прекращается его, цитата, естественные функции. То есть рост, регенерация, размножение и так далее. Статьей же 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Срок лишения свободы до 7 лет. Притом, даже если человека привлекли к ответственности, что к административной, что уголовной, вред компенсировать все равно придется. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин